Медведица Маняша. Младшая из Ульяновых, в которой брат Володя не чаял души. Начальное образование получила в Симбирской гимназии, после училась в Москве. Единственная из дочерей Ульяновых, получившая университетское образование. Окончив Сарбон, стала учителем французского языка. В доме Ульяновых витал дух революции, и это, несомненно, накладывало отпечаток на формирование нравственности и мировоззрения всех членов семьи. Вот и Мария Ильинична в 20 лет уже выбрала свой путь, когда стала членом социал-демократической партии, занялась революционной пропагандой и неоднократно заключалась под стражу. Фактически она находится в одиночке. Представляете, в 20 лет находиться в одиночной камере. И читая их письма, удивляешься тому, что дух был несломлен никогда. Они никогда не пожалели о том, чем они занимались. И действительно, начиная с Александра и кончая всеми другими членами семьи Ульяновых. После февральской революции Мария Ульянова 10 лет проработала в газете «Правда». Была заведующей бюро жалоб рабочей крестьянской инспекции СССР. Эксклюзией выставки рабочей место секретаря «Правды» Марии Ильиничны. К столетию дома-музея Ленина Центральный комитет КПРФ преподнес в дар ленинскому мемориалу этот экспонат. Помимо прочего, представлены и милые женские безделушки. Дамская сумочка, пудреница, расческа и даже любимая игрушка Ульяновой – бегемот. Симбирская медведица, получившая это прозвище за стальной характер, умела сочетать в себе как дисциплинированность и строгость, так и нежность и легкость, за что в кругу семьи ее ласково называли мимозой. В том числе представлены и трубка Марии Ильиничны. У нас выставка называется «Известная и неизвестная». Вот один из таких неизвестных фактов. Трубка иногда Мария Ильинична курила трубку. Экспозиция «Известная и неизвестная» – это совместный проект Дома-музея Ленина, заповедника Горки-Ленинские, Государственного архива социальной политической истории и архива Ульяновской области. Открытие выпало на один год со столетием открытия первого историко-революционного музея Ленина, в создании которого непосредственно принимала участие сама Мария Ульянова. В этом доме прошли первые 9 лет ее жизни, и данный этап подробно отражен выставке. Каждый из членов семьи Ульяновых – это удивительная разносторонняя личность. О каждом много пишут, о каждом создается выставочная экспозиция, поэтому полагаю, что и к Марии Ильиничне будет приковано очень серьезное внимание. Выставка также проходит в преддверии дня рождения Владимира Ильича Ленина. Она полна уникальных предметов, которые бы украсили любой музей и по праву является маленьким, но важным кирпичиком в создании будущей большой экспозиции, которую Ленинский мемориал презентует в 2025 году. Мадина Исмаилова, Марат Микдиев, Управда ТВ.